С 1 июля внешний вид прилавков с молочной продукцией в магазинах изменился. Отныне продавец обязан делить товар на две категории – изделия, содержащие заменители молочного жира и несодержащие. Соответствующий закон принят на федеральном уровне. В документе указано, что в торговом зале выкладка товара должна осуществляться так, чтобы покупатель мог визуально отличить продукты натуральные и с добавлением растительных жиров. Мы на сегодняшний день провели в своих магазинах работу по установке информационных указателей, которые показывают, где продукция находится, у которой нет заменителей молочного жира, и ту продукцию, которая содержит молочный жир, то есть она не выделена вообще никак. Поэтому для покупателей, для наших, это на самом деле очень удобно посмотреть. Кроме того, на всех ценниках, которые есть у нас на полках, тоже есть информация, которая указывает, что этот продукт содержит молочный жир, либо он его не содержит. Нововведение позволит сходу отличить натуральный продукт, не тратя время на изучение состава. Кроме того, правительство таким образом поддерживает производителей, которые не экономят на сырье, используя только настоящее молоко. Что же касается товаров с содержанием заменителей молочного жира, то, как правило, это бюджетные сыры, йогурты, творог, масло. Для удешевления себестоимости изготовитель добавляет в состав дешевое пальмовое масло. Особенности производства не изменяются, что мы производим молоко или молочные продукты заменителем молочного жира. Даже по вкусовым качествам покупатель не может определить. Это только в лабораторных условиях. Очень серьезные лабораторные исследования должны провестись. Но чем выигрывает производитель, когда он добавляет заменители молочного жира? Это удешевляет продукт и это увеличивает срок годности продукта. Авторитетных исследований, которые прямо доказывают вред использовании растительных жиров и, в частности, пальмового масла, нет. Поэтому каждый вправе самостоятельно выбирать, какому продукту отдавать предпочтение. Главное, что отличить их теперь стало проще. Контролировать соблюдение закона и следить за тем, чтобы все магазины выполняли новые требования, обязаны сотрудники Роспотребнадзора. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.